Мистер Рогинский, спасибо за прекрасный доклад, о котором мы будем говорить попозже, после фильма. А сейчас я знаю, что вы очень любите личные вопросы, но все-таки мне кажется, что мне надо немножко вам представить публике. Мы знаем друг друга уже давно, когда я работала в Москве в конце 80-х годов. Это было как раз время надежды, время перестройки, время Горбачева. Но вы, как историк, уже в детстве чувствовали гулаг на собственной шкуре. Ваш отец был задержан два раза даже и умер в тюрьме. Вы можете немножко рассказывать об обстоятельствах, по какому обвинению его посадили. И когда вы стали понимать, что это не правда. Я встретил вас в Москве, когда я работал в 1980-х годах. Это период о переструйке, что вы уже говорили. Morgen! И я знаю, что вы всегда историруете, когда вы настолько имясны, чтобы это Absolutно поверению, когда вы делаете свой бизнес, это ment Adams-gулаг уже уже в вашем доме, потому что ваш Giovanni был власне пр prosper. initially в спуске, еще в жизни strips, в случае того, что Вы не знаете, что это произошло, когда эти страницы, которые были в его роли, были вов сотняске, были вообще, нет реально realы. Ну, я быстро узнал от матери, то есть то, что отец сидит в тюрьме, я узнал от детей по улице. Они бежали за мной, кричали, твой папа в колонии, твой отец в колонии. И так, значит, вроде бы тем самым хотели меня напугать, а на самом деле они меня не хотели напугать, потому что у половины из них тоже отцы были в колонии, и это было совершенно нормальное бытовое дело для нас. Вот что, вот наши отцы сидят в колонии. Я found out very fast about the fact that my father was imprisoned. I found out from children in the street, in fact, because they were yelling after me, your dad is in the zone, your dad is in the zone. And at the same time, they were trying to scare me with this and not, because half of them also had fathers in the camps. It was like everyday life for us. Half of our fathers were imprisoned. Наоборот, они таким образом принимали меня в компанию. So, it was a way of welcoming me into their group. ГУЛАГ был нашим бытом, нашей повседневностью. The GULAG was our daily life. В первом классе я бежал в школу, а навстречу мне, по дороге в школу, был лагерь. И из этого лагеря вели заключенных на работу. Их тоже вели к восьми утра, как и меня, как и я должен был успеть на первый урок. When I was in first class, when I went to school in the morning, I went by the camps, and I saw the prisoners escorted out the same way I was going to school, they were going to their forced labor. Я совершенно не задумывался. Это был нормальный кусок нашей жизни. Понимаете, нормальная часть вот моей жизни. Я не задумывался, это плохо или хорошо. Это есть. I didn't even think about it. I didn't pay attention to it, because it was part of my life. I didn't pay attention to the question, whether this was right or wrong. It just was. Но когда вы слышали, что умер ваш отец, и вообще, что был толчок к тому, что вы стали увлекаться историей, потому что это вечная ваша страсть стала? Я знал, что мой отец невиновен. Я, конечно, знал все это доклад Хрущева и так далее. Но все равно ничего не понимал в том, что произошло. Это во-первых. Firstly, I, of course, heard about my father's death, and I took notice of the reading of Hrushev, but I didn't understand anything of it. That is to say the first. А потом, уже на первых курсах университета, я начал заниматься разными малоизвестными литераторами конца 18-го, начала 19-го века. And then, in the first classes of university, I started to look into very small writers from the... Малоизвестные литераторы конца 18-го, начала 19-го. From the end of the 18th, beginning of the 19th century. So, small writers that were not very well known. И я удивился. Вот есть люди, их стихотворения, а мы ничего про них не знаем. And I was baffled. People who wrote poems, who are published, and we don't know anything about them. И параллельно я видел вокруг себя и слышал вокруг себя массу имен, там, ярких и интересных людей, о которых я тоже ничего не знаю, и о которых я только понимал, что они сгинули в лагерях. И лет 18 я уже понял, что единица истории – человек и человеческая судьба. And what I realized from the moment that I was 18 years old, it's the only unity in which you can measure history is people. Я понимал, что для 19-го века я могу пойти в архив и найти материалы. So, I understood that if I wanted to know about the 19th century, I could go to the archives and find material. А для 20-го не могу, потому что меня не пускают в эти архивы. But for the 20th century, I wouldn't be able to do that, because I wouldn't gain access to those places. Но тогда я понял, что есть замена архивов, есть масса живых людей. But I realized that instead of an archive, I had people on the streets. And from that moment on, I just started to talk to the living people and try to gain as much information as I could from them and write small biographies and small stories. And that was the way that I found out about their history. So, the units in which I measure or in which I use to understand history are people. Because of the fact you were doing research in these archives, you were arrested, you have been in prison for four years. So, which lessons have you learned? By the time I was imprisoned, I had already written more than 100 books and accounts about the gulag, and I was under the impression that I knew the gulag better than anyone. Но потом я вошел в свою первую камеру и понял, что я ничего не знаю, ничего не понимаю. Then I went into my first cell, and I understood that I knew nothing, and I understood nothing. I didn't even know where to stand, I didn't know where to sit. It was all part of a new culture, a new way of communicating that I had to learn from scratch. Is it the world of the bandits? Нет, это закрытая система. No, it's just a closed-off system. В которой есть ты, есть администрация, которая как бы владеет тобой и может сделать с тобой против тебя все, что хочешь, и есть ты один против всего этого. So, there's you, and then there's the administration above you that can do anything they like with you, and you can do nothing to prevent it. Два урока я выучил из лагеря, наверное, главных. Two most important lessons I learned in the camps. Первое, человек может быть голодным, у него может быть очень плохая одежда, он может быть больным, он может быть находиться в самом тяжелом положении, но он не может быть униженным. Вот самое страшное – дать себя унизить. Поэтому главное, о чем человек думает в лагере, это, ну, нормальный человек, это о сохранении себя, своего достоинства. Вот это чувство достоинства я понял впервые там. The first thing I learned is that a man can be hungry, he can be sleepy, he can be tired, he can suffer any kind of defeat, but the only thing he does have to hang on to is his feeling of dignity. A man cannot be brought down, a man should not be humbled. So, the first thing I learned was a lesson of holding on to my own dignity. The second thing, there were, I was in the bigger camps, there were two, three thousand people there, and from these two, three thousand people, there were maybe one, two, or three with a higher education, and I was the only Jew. So, you say that I have a hard time. It might sound a little highbrow, but in the camps I learned to love the Russian people for the first time. So, there was us, all of us against them, all of them, and they were bad and they could do with us what we liked. And our feeling of unity was a thing that contributed greatly to a sense of comfort that I gained. And so, this sense of unity with the Russian people. But it wasn't hard for a member of the intelligentsia, a man wearing glasses, to reside in those communities, in this community. No, it's hard. It's hard. And it's hard. But, I'll say, if you understand, that the most important is not bread and sugar and coffee, but a good, and if you see good things in the environment, в настоящих людях, то ты начинаешь жить среди этих людей как равный. Они забывают, что ты интеллигент. А я забываю, что они мелкие воришки или какие-нибудь уличные хулиганы. Это не имеет никакого значения. Есть мы. Есть мы, люди, которым тяжело. И есть они, которые хотят, чтобы нам было ещё тяжелее. И мы должны выжить и сохранить своё достоинство. И вот это нормальное чувство, которым ты забываешь вот эту свою интеллигентность или что ты откуда-то из другого круга, это не имеет значения. It was heavy, of course, and it was dangerous. I'm not saying anything against that. But the fact is that when you have your dignity, there is no question about bread, sugar, tea. It's about your dignity. And at that point, when you realise that you still have that, you forget that you are an intelligent. You forget that this doesn't even have any importance anymore. There's us who are living through a heavy time. And there's them who want to make it even harder on us. But there's us. And this feeling of unity was very important. Вы должны заканчивать, по-моему. Последний вопрос. Всё-таки начальство, по-моему, не забыло о том, что вы являлись членом интеллигенции. И, по-моему, насколько я помню из ваших рассказов, даже они думали, что вы хотели организовать бунт в лагере. So, you might have, the last question, you might have forgotten in this community that you were an intelligent, but the bosses of the camp sure didn't. And I was told that you were suspected of organizing a revolt. They, of course, wanted to isolate me from the other prisoners. Or setting me up against them. Они говорили, вот к вам придёт, это было в Коме, Коме это на севере России, там никто живого еврея не видел. И вот говорили, к вам придёт еврей, смотрите. So, in coma, for instance, where nobody had ever seen a Jew before, they told the other prisoners, there's a Jew coming for you. Но приходил я, и у меня не было рогов хвоста. And I came, and I didn't have horns and a tail, so. Я начинал жить с этими людьми, и ничего не могла сделать администрация. Конечно, да. And I started to live with these people, and there was already nothing that the administration could do. Конечно, там, ну, постепенно я приобрёл какое-то уважение в окружающих. And, of course, I've gained some respect with them. Когда этого уважения становилось слишком много, меня сразу же переводили на следующую зону. And every time that happened, and the respect started to grow too big, I was brought to another zone, to another camp. За четыре года я сменил пять зон. So, in four years, I visited five campsites. Очень полезно для учёбы. Нет, это очень тяжело, потому что самое тяжёлое в лагере – это этап. Этап, ну, самопутешествие. Понимаете, тебя сажают в грузовик. В грузовике сидит уже восемь человек из других лагерей. Вас должны везти на поезд. So, they put you on a big truck, and that truck is brought to the train. Эти восемь человек не знают, кто ты. Они видят, что у тебя очень большой мешок. And those eight people you're with only see that you have a big bag. Может быть, там сало, или еда, или что-нибудь вкусное. Они не знают же, что это у меня книги, книги и письма. И это, и я должен научиться, и мы с ними вместе проведём всего 30 минут. Но я за 30 минут должен научиться с ними жить. Это очень трудно. Например, тебе говорят, покажи, что у тебя в мешке. Если ты начнёшь расстёгивать мешок, всё. Считай, что ты навеки потерял уважение. And if you start to open the bag, you have forever lost your upper hand. А если ты не будешь развязывать свой мешок, то мало ли что может случиться. And if you don't open the bag, you don't know what might happen. Очень много сложных ситуаций. И каждая новая камера — это ситуация новая. Но ведь интеллигентному человеку для того и дана голова, чтобы выучивать чужие языки и правила поведения. But a smart man can learn these things, can learn the way he has to behave, can learn the language. И в конце концов, на моём деле, личном деле заключённого, было уже много полос. Это красит, такие красочки, красит посреди, поверху своей папки, где твоё дело. Краской пишут, наискосок рисуют цветную полосу. Папка, папка. Там все мои документы. Эта папка в руках у конвоя. Она переходит из лагеря в лагерь, едет вместе со мной. Там всё обо мне. Я её никогда в руки не возьму, мне её не дадут. И вот на этой папке, если заключённый у него нету никаких отношений с администрацией, то там ничего, не на только фамилии, имя, отчество, и всё. А у меня была зелёная полоса через всю папку. Это значит дезорганизация. Организовывает вокруг себя отрицательно настроенных заключённых. А потом мне поставили красную полосу, склонной к побегу. Я ни разу не пытался бежать. Но из-за этой надписи я должен был каждые два часа бежать на вахту и говорить, я не убежал. И я ничего не дезорганизовывал. Но, конечно, я был в этих компаниях, которые называются отрицательный элемент с точки зрения администрации. Потому что у администрации своя правда, у нас своя. Хорошие уроки. Надо на это заканчивать. И вы ещё говорите, что это неинтересно. Давайте сейчас посмотрим фильм. These are good lessons to learn, and we will now watch the film. Thank you very much. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...